Показатели младенческой смертности в Самарской области достигли своего минимума за всю историю. По словам депутатов, во многом это заслуга высококвалифицированных медработников. Количество младенческой смертности достигло минимума за всю историю. Калий-материнская смертность тоже. И в целом, да, у нас по Самарской области достаточно большое, практически более полутора тысяч спасенных жизней по сравнению с предыдущим периодом. Это очень важно. На реализацию нацпроекта «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин в Самарской области, потратят 47 миллиардов рублей. И эта цифра не окончательная. По словам депутатов, с учетом тех тезисов, которые прозвучали в послании главы государства к Федеральному собранию, сумма должна увеличиться. Дополнительно будут внесены изменения еще в выплаты ежемесячные в связи с рождением первого ребенка. Теперь будет двукратный размер проживочного минимума, как критерий нуждаемости. И выплата будет производиться не до полутора лет, как ранее, а до трех. Финансировать региональные и национальные проекты будут с учетом тех тезисов, которые прозвучали в послании Владимира Путина к Федеральному собранию. Идеи, которые озвучил глава государства, обсудили и депутаты Самарской губернской думы. Мы должны несколько слов с коллегами обменяться мнением по вчерашнему главному политическому событию, которое произошло у нас в стране. Это послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Федеральному собранию и граждан России. В Самарской области успешно внедряют региональные проекты. Один из них – старшее поколение. Для пенсионеров, которые проживают в труднодоступных населенных пунктах, закупили автомобили. Теперь люди старше 65 лет могут добираться до больниц быстро и с комфортом. Благодаря этому 14,5 тысяч пациентов смогли пройти медицинское обследование и диспансеризацию. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.